Всем привет! Буквально пару недель назад я у себя в инстаграме хвалился, что мне прислали огромную посылку. Но, к сожалению, только к этому дню я успел распаковать, настроить и провести первые тесты лазерного гравера Watson 0503. Для теста я буду делать изделие, в котором участвует сразу несколько материалов. Это тонкий акрил, массив дуба и третий материал я скажу чуть позже. В первую очередь под каждый материал я подобрал нужные параметры для гравировки и резки. Высота стола регулируется вручную. Расстояние между соплом и столом должно быть от 4 до 6 мм. Его можно выставить меркой, которая есть на ключах для станка. Но начнем с основы. Отформатировав дубовую рейку в толщину 13 мм и нарезав 4 части с запилом под 45 градусов, получаю аккуратный короб размером 235 на 165 мм и глубиной 70 мм. Но ему не хватает фасадов, так что на той же циркулярке я пробелил для них пазы шириной 4 мм. На фасады пошла 3 мм фанера, но, конечно же, не в своем родном виде, а наряженная в дубовый шпон толщиной 0,5 мм. На моем канале есть несколько роликов о том, как я клею шпон, так что, если вам интересно, в описании я оставлю на них ссылки. И так, тестовые прогоны на кусочки фанеры. В принципе, дали понять, какие нам нужны параметры. И думаю, теперь я могу начать гравировать и резать уже шпонированную фанеру. Скорость головы при гравировке достаточно высокая. И в процессе, чтобы исключить даже малейшие вибрации, я на всякий случай закрепляю деталь на малярный скотч. Кстати, на стынках Ватсан используется рамная конструкция и усиленный портал, что минимизирует количество вибраций при работе. Выставляем нужную высоту стыла уже ранее упомянутой меркой, выбираем заготовленный векторный макет, проверяем, что границы макета попадают на заготовку, и запускаем лазер. И так, первая фанерная часть. Часть фасада готова, переходим ко второй акриловой части. Акрил, он же плексиглаз, он же оргстекло. Продается метровыми листами за очень дорого, так что я все-таки схитрил и купил в канцелярском магазине уже готовый акриловый стенд толщиной в 2 мм. Для гравировки акрила рекомендуется отключать компрессор для обдува, дабы он не оплавлял края и не делал их мутными. Для примера слева с компрессором, справа без. Итак, помимо того, что из этого кусочка фанеры я вырезал вот такую рамку, внутри я также выгравировал на глубину приблизительно 2 мм, ну, точнее, это ровно та толщина, сколько у нас и акрил. И получился абсолютно ровный паз, в который идеально, идеально? В который идеально входит вот это выгравированное и вырезанное акриловое окошечко. В общем, вот такое окошко получается, но нам нужно вернуться обратно к нашей коробочке. В эту коробку будет засыпаться... засыпаться. В эту коробку будут засыпаться различные крупы, ну, к примеру, рис, допустим. И нам потребуется сделать сверху отверстие, куда будет он, во-первых, засыпаться, во-вторых, высыпаться. Это также сделаю на лазерном резаке. Чтобы оцентровать заготовку, я для начала гравирую макет на куске ДВП и по нему устанавливаю заготовку. И стоит отметить, что данный станок предназначен для резки и гравировки тонких материалов. И если работать с фанерой или древесиной толщиной более 10 мм, на кромке появится нагар. Поэтому потребуется небольшая постобработка наждачной бумагой. Но даже с такой комплектацией станка я смог порезать дуб толщиной 13 мм. Также я сразу вырезал крышку. И сначала я хотел загравировать фаз, но потом передумал и просто снял фазку на фрезере под 45 градусов. Перед окончательной сборкой покрываю все маслом. И сегодня это масло для контакта с едой от фирмы Масло. Надеюсь, я правильно произнес. Нашел их в интернете. Это отечественный бренд из города Тольятти. В общем, оставлю ссылку на их сайт в описании для ознакомления. На детали из фанеры я наносил масло ветощью. Все-таки шпон в 0,5 мм много в себя не впитает. А остальные детали я окунул прямиком в банку секунд на 10. И через час убрал излишки масла. Акриловые окошки я приклеил на универсальный секундный клей. Субтитры сделал DimaTorzok Остался завершающий этап. Для этого нужно поставить сотовый жертвенный стол, потому как нам нужно вырезать кожу. Буквально небольшой язычок, который будет держать крышку. Чтобы избавиться от запаха жженой кожи, я покрыл края тем же маслом, что и коробку. На крышку я приклеил кожаное кольцо, чтобы при закрытии она сильно не гремела. Принимайте работу. Коробка для овсянки готова. Пишите в комментариях свои идеи, чтобы вы реализовали на данном станке. Ну а на этом всё. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем ролике. Пока!